Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния, прямое включение из нашего русскоязычного служения. Слов недостаточно, чтобы выразить нашу благодарность и признательность каждому из вас. Каждое воскресенье, в подавляющем большинстве случаев, каждое воскресенье прямой сигнал, прямой эфир из Церкви Христианской Веры. Еще раз спасибо всем, всем и каждому за то, что и сегодня присоединяетесь к нам. 12.30 по Тихоокеанскому времени здесь, на западном побережье страны, 3.30 восточное время. Это те из вас, которые принимают наш сигнал на американском континенте через Galaxy 19. Но и в равномере, благодаря технологиям, мы можем прийти с Евангелием Господа нашего Иисуса Христа на европейский континент. Центральное европейское время 21.30, 22.30 киевское время. И так как россияне не переводят часы на летний период, в равномере в Москве сейчас 22.30. Еще раз спасибо, спасибо всем за то, что вы вместе с нами. Буквально через несколько минут мы перейдем к нашему посланию. Я продолжу говорить о том, о чем мы начали говорить с вами в прошлое воскресенье. Но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел поощрить вас нескольким вещам. Сейчас на своем экране вы видите номер телефона. Мы поощряем вас позвонить нам, дать нам знать, где вы принимаете наш сигнал. И в равномере мы хотим помолиться за вас, помолиться с вами. Библия говорит о том, что многое может усиленная молитва праведного. Ваши нужды, ваши переживания, это наши нужды. Это наши переживания, когда мы соединяем свою веру, приступая к престолу благодати дерзновенно. Нет ничего, чтобы Бог не мог сделать. Если вам удобнее воспользоваться электронным форматом, сделайте это. Напишите нам в нескольких строчках о том, где вы принимаете наш сигнал. Или о вашей нужде, о которой вы бы хотели, чтобы мы вместе с вами молились. Еще раз огромнейшая всем вам благодарность и признательность за то, что вы здесь. Послание к евреям, 8 глава. Послание к евреям, 8 глава. Очень продолжительный отрывок, и я даже не исключаю вероятности, что мы не будем читать всего. Евреям 8, первый стих говорит. Главное же, о чем говорим, есть то, что у нас есть первосвященник, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священно-действователь святилища искини и истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Можем упустить несколько стихов, и в шестом мы читаем. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Я думаю, это мое субъективное мнение, что автор послания к евреям, как никто другой, очень досконально и просто в то же самое время проводит для нас разницу между миссией Иисуса Христа и служениями Иисуса Христа. И мы говорили об этом в прошлый раз, и говорили об этом очень детально, что на Голговской горе, пожалуйста, услышьте меня, на Голговской горе почти две тысячи лет тому назад была закончена, была совершена искупительная миссия Иисуса Христа. Нет ничего, что можно было бы добавить к тому, что уже было сделано. Кровь была совершенной, жертва была совершенной, работа была законченной, и когда он сказал «совершилось», он имел это в виду, совершилась миссия искупления человеческого рода. Вот почему столетия спустя нет другого имени под небом, которым надлежало бы людям спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Он есть спасающий, он есть спасающий тех, которые через него приходят к Отцу, потому что он был послан Отцом для совершения миссии искупления. Почему мы можем утверждать это? Потому что автором послания к евреям как минимум четыре раза, я обращался к этим текстам в прошлый раз, за недостатком времени мы не будем делать этого, как минимум четыре раза автор послания к евреям возвращает своего читателя к мысли, что Христос воссел одесную престола величия на небесах. Христос одеснует своего небесного Отца. Место по правую сторону Отца не для всех. Место по правую сторону Отца для победителей. Он победил смерть, он победил дьявола, он победил болезни, он победил грех. И он имел моральное право занять место по правую руку своего небесного Отца. Более того, мне кажется, я цитировал этот стих на нашей прошлой встрече в посланиях к церквям в книге Откровения. К одной из них он говорит, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле, как я победил. Я победил, и я сел с Отцом на престоле Его. Я пролил кровь, я отдал свою жизнь, я сделал все, что должно было быть сделано. Миссия закончена». Но тот же автор послания к евреям, может быть, даже больше, чем четыре раза, говорит о Христе, как о священнике. Он именует Его первосвященником. Пожалуйста, не открывайте, если конспектируете, можете записать. Евреям 2,17. Он назван первосвященником милостивым и верным. В Евреям 3,1 он назван первосвященником нашего исповедания. В Евреям 4,14 он назван первосвященником великим, прошедшим небеса. В Евреям 9,11 он назван первосвященником будущих благ. Его священство – это не столько вопрос его миссии, его священство имеет отношение к его служению. Потому что прямо сейчас, в это время, Христос в служении. Миссия закончена, но его служение продолжается. Невольно возникает вопрос, в каком служении Христос? Еще чуть-чуть, и можно будет стих писать. Невольно возникает вопрос, в каком служении Христос? Так вот, наш базовый текст, похоже, отвечает на этот вопрос. Потому что написано в Евреям 8,6, «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». В каком служении Христос? Христос в служении ходатая. Еще два текста, которые мы позаимствуем с прошлого служения и сделаем шаг вперед. Евреям, 7 глава, стихи 24-25. «А сей, как пребывающий вечно, и имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы делать что? Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я спрашиваю еще раз, в каком служении Христос? Христос в служении ходатая. Да, Он победил. Да, Он властно подверг дьявола позору. Да, у Него моральное право сесть по правую сторону Отца. Это то место, которое Он и занимает. Но находясь по правую сторону престола величия, Христос в служении. Миссия закончена, служение продолжается. Христос в служении ходатая. Римлянам 8,34. «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Где Христос? Христос одесную Бога. Что Он делает? Просто восседает как победитель. Восседая как победитель. Занятое им место. Он ходатайствует. Друзья, если вы ничего не запомните из этой проповеди, запомните мое поощрение, те, которые здесь, и те, которые в своих домах. Запомните мое поощрение, сводящееся к тому, чтобы прописать этот стих, чтобы наклеить его на свой холодильник, если это самое часто посещаемое вами место. И пусть там будет написано для вас, и пусть отзывается в ваших сердцах. Христос умер, но Он и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Сделайте это персональным стихом. Христос умер за меня. Христос воскрес за меня. Христос и одесную Отца. Христос и ходатайствует за меня. И пусть ваши сердца будут утешены и благословлены каждый день пониманием того, что Он одесную, и Он ходатайствует за меня. Но я спрашивал тогда, и спрашиваю еще раз сегодня, о чем Христос молится? Это не риторический вопрос. Это не философский подход. Я спрашиваю со всей серьезностью и ответственностью задаваемого вопроса. О чем в эту минуту, если мы знаем, что Он по правой стороне Отца, а там Он и находится? О чем Христос ходатайствует прямо в эту минуту? Давайте сделаем небольшое отступление. В Нагорной проповеди Христос адресует вопрос молитвы. Я цитирую для вас шестую главу Евангелия Матфея. Матфея 6, 8. «Не уподобляйтесь им», Христос говорит. То есть Он противопоставляет молитву фарисеев, молитву законников, молитву язычников той молитве, которую должны приносить мы или совершать мы. И Он своему окружению, обращаясь, заявляет, «Не уподобляйтесь вот тем, не следуйте вот тому образцу молитвы». Потому что язычники думают, что они будут услышаны в своем многословии. Не уподобляйтесь им, не будьте, как они. Слушайте внимательно. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Кто-то скажет мне, «Сергей, я нуждаюсь в новой машине, Бог знает об этом». Сто процентов. «Я нуждаюсь в новом доме, Бог знает об этом». Если вы действительно нуждаетесь, Он знает об этом. Он знает об этом, даже если вы в этом не нуждаетесь. Видите, наша проблема сводится к тому, что очень часто наши хотения, наши предпочтения мы выдаем за нужду. Но Бог знает, в чем мы в самом деле нуждаемся. Бог знает, в чем в самом деле наша настоящая нужда. Потому что не все, что мы хотим, мы нуждаемся в этом. И вещи, в которых мы действительно с вами нуждаемся, мы порой не хотим. не все из того, что мы хотим, мы в этом действительно нуждаемся. и то, в чем мы действительно нуждаемся, мы очень часто не хотим. Так вот, Отец наш Небесный, по правую руку которого Иисус, Победитель, знает, в чем наша настоящая нужда. Поэтому можно небольшое слово рекомендации. Не будет ли целесообразней, прежде чем начать свою молитву, подойти к Нему с просьбой, а в чем я в самом деле нуждаюсь? Потому что не всегда то, что мы называем нуждой, в самом деле является нуждой. А Он знает, в чем мы с вами по-настоящему нуждаемся. Кое-кто из вас еще так, куда Он с этим направляется? Дайте мне буквально несколько минут, и это станет понятным, как «Белый день». У нас на страницах Священного Писания есть молитвенный лист Иисуса Христа. Кто-нибудь знает об этом? На страницах Священного Писания есть список молитвенных нужд. Потому что мы знаем, Христос по правую сторону Отца, мы знаем, что Он ходатайствует, мы задаем вопрос, о чем Он ходатайствует. Библия охотно отвечает нам на этот вопрос. У Иисуса, находящегося по правую руку Небесного Отца, есть молитвенный список, согласно которого Он молится. В этом списке наши настоящие нужды. И если мы этот список сделаем своим молитвенным списком, другими словами, если мы на свои нужды начнем смотреть глазами самого Бога, я гарантирую вам, наша молитвенная жизнь будет выглядеть совершенно, совершенно по-другому. Так о чем Иисус молится? Открываем Евангелие Иоанна, 17 главу. Молитвенный список Иисуса. О, пастор, я знаю, я знаю, я знаю. 17 Иоанна, это первосвященническая молитва. Вы знаете мое отношение к названию этой молитвы. Первосвященническая молитва Иисуса. У Него не было других. Все молитвы Иисуса первосвященнические, потому что Он первосвященник навек по чину Милхиседека. Но я знаю, пастор, Евангелие Иоанна, 17 глава, это молитва Иисуса о единстве. В 17 Иоанна единство одна из молитвенных нужд Иисуса, и даже не первая. Поэтому я приглашаю вас открыть вместе со мной Иоанна, 17 главу. Иоанна, 17 глава, и мы посмотрим на молитвенный список Иисуса и сравним молитвенный список Иисуса со своим молитвенным списком. Согласны? Вы пообещали. Так вот, Иоанна, 17 глава. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Первая молитвенная нужда. Иисус по правую сторону Отца. Иисус ходатайствует за нас. Мы с вами открываем для себя, о чем Он молится. И при первом упоминании Иоанна, 17 глава, о, это молитва о единстве. Молитва о единстве в списке, но она не во главе списка. Самая первая молитвенная нужда, о которой мы узнаем из Евангелия Иоанна и 17 главы, сводится, друзья мои, не к единству. А самая первая молитвенная нужда в списке Иисуса Христа, это молитва о том, чтобы я, чтобы ты, чтобы мы с вами познали истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Не поднимайте рук, ответьте сами себе, является ли вот это вашей нуждой. Потому что Иисус усматривает нашу нужду именно в этом, почему Он об этом и ходатайствует. но положа руку на сердце, могу ли я сказать, это моя самая главная мною движущая нужда каждый день. Я просыпаюсь, я думаю об этом, я кричу к Богу об этом. Он в самом деле знает, в чем мы нуждаемся. И Он молится о том, в чем мы нуждаемся. и мы с вами нуждаемся в познании Бога, и мы с вами нуждаемся в познании посланного им Иисуса Христа. Не будет ли целесообразным выровнять или сравнить свой молитвенный список с молитвенным списком Иисуса и поставить во главу всего знание Бога, знание Его Сына, посланного им Иисуса Христа. Подумайте об этом. Это меняет подход к молитве. Это приносит революцию в нашу молитвенную жизнь, потому что для нас нужда это новая машина, для нас нужда это дом или дома, или побольше дом, или муж, или жена, или а Он говорит, я ходатайствую о них, Отец, чтобы они познали Тебя, Бога истинного и посланного тобою Иисуса Христа. Это не вопрос на засыпку, друзья, сколько молитв апостола Павла оставлено для нас на странице священного описания? Девять. Я думал три. Говорят девять. Значит девять. Дамы и господа на странице священного описания девять молитв апостола Павла. О чем он молится? К примеру, Ефесянам первая глава, он говорит, для сего преклоня, а начиная так красочно, узнав о вере вашей, это были верующие люди. вера Ефесской церкви, утвержденные в Боге души. Он говорит, посему я узнал о вере вашей и о любви ко всем святым, преклоняю колени, это первая глава, 16 стих, если я не ошибаюсь, перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа додаст вам дух премудрости и откровения к познанию Его. Похоже, апостол Павел выровнял свой молитвенный список с молитвенным списком Иисуса, потому что Христос по правую сторону Отца ходатайствует за нас, и первая вещь, о которой Он молится к Отцу о нас, чтобы мы познали Бога и посланного им Иисуса Христа. Вы здесь или нет? И Павел говорит, чтобы вы верующие, чтобы вы в Боге утвержденные, там, в Ефесе находящиеся, я молюсь, чтобы Сам Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости. Второе послание Петра. Второе послание Петра, первая глава, третий стих. Я цитирую наизусть, если не прав, скорректируйте меня, если этот текст на ваших экранах. Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. Скажи все. Скажи настолько громко, чтобы твой сосед услышал об этом. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Посмотрите на меня, пожалуйста. Если бы он здесь закончил свое предложение, то вся ответственность за обеспечение наше лежало бы на Боге. Если бы он здесь закончил свое предложение, вся ответственность обеспечения была бы возложена только на Бога. но он делает нас участниками этого процесса. Когда заявляет, как от божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия, запятая, через познание. Через познание кого? Через познание Бога, через познание посланного им Иисуса Христа. Я вообще по-другому начал смотреть на все это и на стих из Евангелия Матфея 6 главы, потому что я убежден на этом этапе, что когда мы выровняем наш молитвенный список с молитвенным списками Иисуса, когда мы приоритетными сделаем молитвенные нужды, о которых молится Иисус, мы по сути делаем первый шаг навстречу того, чтобы искать царствие и его праведности. И Христос говорит, когда вы будете искать царствие и праведности его, то все остальное будет приложено вам. Знает ли Господь Небесный Отец, что мы нуждаемся в новой машине, если мы не действительно нуждаемся, знает. Если мы нуждаемся в новом доме или побольше доме, знает. Знает ли он о наших детях, которые сейчас не служат Богу, знает. Знает ли он о наших болезнях, он знает о наших болезнях. Знает ли он о наших переживаниях, он знает о наших переживаниях. Еще нет слова на языке моем. Автор древности говорит, ты уже знаешь его совершенно. Ты знаешь, когда я ложусь, и ты знаешь, когда я встаю. Ты знаешь абсолютно все. Но, когда мы берем молитвенный список Иисуса и делаем его нашим молитвенным списком, и пробуждаясь утром, говорим, Бог, мы хотим знать Тебя, мы просим о том, чтобы Ты дал нам Дух премудрости и откровения к познанию Тебя, то через познание Его нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok